День народного единства исторически связан не только с важным этапом становления российской государственности. Он совпадает с большим православным праздником – Днём Казанской иконы Божьей Матери. Утром 4 ноября во всех храмах области состоялись богослужения. Митрополит Брянский и Севский Александр совершил литургию в Кафедральном соборе во имя Святой Троицы. В праздничном богослужении приняли участие губернатор Александр Богомаз и председатель областной думы Владимир Попков. Основные торжества по случаю Дня народного единства развернулись в центре Брянска на Театральной площади. Здесь состоялся митинг «Мы едины». Началось мероприятие «Минуты молчания» в памяти о погибших в авиакатастрофе в Египте. После чего ко всем участникам митинга обратился митрополит Брянский и Севский Александр. В этот день мы вспоминаем освобождение Москвы от иноземной интервенции, народным ополчением во главе с Мининым и Пожарским. Которые, помолившись пред образом Божией Матери, отправились на сражение и милостью Божией Царицы Небесной одержали блестящую победу. Единение людей на основе православной веры и любви к своей отчизне помогло отстоять свободу и независимость нашей Родины. О единстве народов, о взаимопомощи и поддержке со сцены говорили все выступающие. Участников митинга приветствовали лидеры общественных организаций. Наша Брянщина непосредственно принимала участие в 1612 году и позже в восстановлении нашей государственности. И особенно хочу подчеркнуть, единственный город, когда купанты, имеется в виду поляки, литовцы и крымские татары шли на нас волной, город наш родной Брянщине, это город Севск, не сдался. Шесть месяцев вынес осаду и его они не победили. Несмотря на политические разногласия, несмотря на заштычайшие войны, несмотря на разделение государств и стран, на изменения в законах и конституциях, единство существует. И мы с вами яркий пример этому. Мы молодежь, которая смотрит уверенно в свое будущее. Мы едины. Народ – главная опора государства. История помнит немало примеров, когда в трудную минуту русский народ объединялся и давал отпор врагу. Сила русского народа велика. Торжества в центре Брянска собрали более 5000 человек. Это первые лица города и области, представители трудовых коллективов, студенчества, общественных организаций и национальных диаспор. Хороший день объединения. Люди должны объединяться, быть друг за друга. Наша страна, она огромна. И среди всех у нас есть друзья. Будь то армяне, белорусы, украины. Мы как студенты Брянского государственного технического университета, мы это понимаем. Мы дружим, общаемся и учимся. Я сам армянин. Мне это приятно, что в России все люди едины. Неважно какой национальности, какой веры, все едины. Продолжился праздник в областном театре драмы. Здесь состоялся концерт, в котором приняли участие Брянский губернаторский симфонический оркестр под управлением Эдуарда Амбарцумяна, а также лучшие вокальные и хореографические коллективы области. Свои номера презентовали и представители разных диаспор. Праздник получился по-настоящему многонациональным. Моя мама русская, мой папа поляк. И для меня этот праздник действительно очень важен, потому что я носитель двух культур. Я считаю, что этот праздник символизирует единение множества людей, множества культур. Много разных стран собираются вместе, поют песни, пляски. Вообще все очень весело и здорово. Представители Грузии приехали с ансамблем танцевальным. Будем радовать своими танцами народу. Они, наверное, не видели этого. Мы сами это желание вывели, что хотим показать свои танцы. Я сегодня выступаю от лица армянской диаспоры Брянской. Но не только от лица армянской диаспоры, а от лица всех армян. И я очень рада, что есть такой праздник, День народного единства. И что все национальности в один день собираются в одно место и радуются вместе. Кристина Протхилова, Иван Зюрев, Илья Бирюков. События Брянск.